окленд самый крупнейший город новой зеландии наш но но номер называется не просто 47 а пока 47 попали на съемку зеландского фильм какой как сказал чувак полоконки или фильм живем а вот сама комната 830 утра нам сказать что ваш звонок 77 очереди дирка ритм то что вы все расписали и заблокировали еще не значит что мы вам выдадим визу готовитесь к путешествию собираетесь в аэропорт грузите вещи в машину и вдруг вспоминаете что нет туристической страховки не беда поможет онлайн поисковик страховок череха по точка ру туристический полис можно заказать онлайн за пять минут используя ваш смартфон ссылочка как всегда в описании в окленде мы оказались на 8 дней раньше запланированного срока и причина этому послужило как вы помните депортация из круизного лайнера компании holland america из-за непрессиональных действий капитана корабля маздам и его команды мы не увидели острова кука и остров него я а за их малодушного решения о нашей депортации мы пропустили два основных остров тонги и два главных острова фиджи и теперь мы находились в полной неопределенности потому что были привязаны к окленду ожидая ответ от миграционных властей насчет моей мультивизы и проведя ночь в дорогом отеле рядом с аэропортом мы на такси переехали в центр окленда чтобы заселиться в дешевом хостеле пошуковали одну ночь в отеле за 120 долларов около аэропорта теперь пришлось день расплаты живем в хостеле зато в самом центре прям вообще центровей не приду района в особняке сейчас ждем чувака который написал что присажитесь буду через 10 минут вчера поставил нет не исключено ну прикольно такая капаем люблю эту атмосферу молодежной присутки идем по длинному коридору в поисках нашей комнаты номер 47 с круизного корабля в хостом как тебе такое перемещение намного круче всего-то нужно бласкаешь главное freedom понимаешь это мой текер га и все тебе сразу папаньки вот такая комнатушечка вообще офигенно и главный вид прям на центральной улице шепотно русские везде оставляют свой след даже в нашем хостеле в центре города окленд в новой зеландии нашли но номер называется не просто 47 а а к 47 автомат калашникова ну да пойдем гулять город идем конечно снова место окленд самый крупнейший город новой зеландии расположен на северном острове является здесь такой неформальной столицей страны центральная улица окленда это queen street королевская улица здесь сосредоточены основные небоскребы то есть новые современные здания и также основные стои старые особняки которые здесь прям реально перемешиваются друг с другом и очень красивый такой микс получается давайте немножко прогуляемся по этой улице посмотрим ее вот как вправо расположен небоскреб а слева красивое старинное здание здесь на улицах ухленда и вообще в новой зеландии конечно огромное смешение культур здесь очень много азиатов очень много полинезийцев много европейцев действительно такая очень разношостная абсолютно публика еще можно встретить любого кого угодно только очень мало правда представителей африканского континента здесь окленд готовится к встрече нового года и рождества иудественное пересечение queen street центральной улице города и виктория street видимо название королевы в честь которой названа была queen street такое красивое здание где уже мы видим санта клаусу и рождественских оленей сердце окленда центральная площадь а вот и сквер за моей спиной сити холл муниципалитет города окленда старая колониальный особняк еще и рядышком здесь арка маури то есть индейские индийская такая арка с национальными рисунками коренного населения новой зеландии индейцев маури мэрия города здесь вышли все флаги основных стран по алфавиту причем от австралии афганистан албания босни гипсаговина бразилия не это куки кук стопроцентно кук айланд как раз обломанный чех репаблик дани да 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 наш бесик зашка бесик белый синий красный Это Юнайтед Киндом и Юсей Город очень зеленый Расположен на разных уровнях Здесь много холмов И здесь много парков Люди занимаются спортом Гуляют с детьми Такая интересная, шикарная детская площадочка В парке В скверике Между домами И немножко о символах Новой Зеландии Одним из главных символов Новой Зеландии является дерево Каури Именно эта веточка нарисована на самолетах компании New Zealand Коренное население Новой Зеландии Это Маури Новая Зеландия осваивалась очень отлично от других колоний То есть здесь европейские переселенцы, когда пришли сюда, они не воевали с местным населением, а заключили мир... Стоп, Миша! О Маури и об истории Новой Зеландии мы расскажем совсем в другом месте Лучше узнай у этой девушки Может она и есть настоящий Маури? Девушка, к сожалению, оказалась из Непала И не мудрено, потому что сейчас в Новой Зеландии 25% населения это мигранты То есть каждый четвертый, так сказать, понаехал Дэн, ну мы же с тобой говорили, что, ну, Маури, они же тоже понаехали А коренное население Новой Зеландии это Маурири И про них будет отдельный рассказ в серии про Читанские острова, так что не переключайтесь И приезжих можно прекрасно понять По индексу миролюбия и безопасности Новая Зеландия делит первое место с Исландией Вместе с Данией она на первой строчке по индексу восприятия коррупции Ну а по легкости ведения бизнеса Новая Зеландия бесспорный лидер на протяжении последних пяти лет Такой приятный парк, по которому сейчас прогулялись Лежит прямо в лошбинке между двумя центральными улицами Окленда У нас тут такая тишина и спокойствие Как будто бы ты где-то глубоко-глубоко за городом Окленд действительно очень зеленый город По площади он сопоставим с Москвой в пределах МКАДа Ну а метро здесь до сих пор так и не построили Поэтому в основном передвигаются либо на машинах, либо пешком Ну что ты бы не облезал экран? Ну начинается Знак и надпись Вахи Уайпору Коре 24 часа запрещено употреблять спиртные напитки Потому что мы сейчас находимся в так называемой зоне CBD Central Business District, центральный деловой район Здесь, если ты будешь употреблять алкоголь не в барах, а просто на улице Штраф за нарушение около 20 тысяч новозеландских долларов Прикольно Как и мы ребята снимают видеоролики Как мы видим, на улицах Окленда можно случайно наткнуться на съемки не только любительских видеороликов, но также и профессиональных кинолент или сериалов Попали на съемку новозеландского фильма, как сказал чувак, Local Kiwi Film Это то, что они себя называют Kiwi Это какой-то небольшой обычный фильм Вот сейчас как раз начинается съемка А в основном все китайцы Ну судя по массовке, это скорее всего низкобюджетный китайский сериал Это развязки и виадуки Окленда На самом деле в городе практически нет пробок Потому что машин не так много и хорошо продуманная система городского движения Два километра позади и нам еще осталось 1,8 до вершины вот той вот горы Эта гора называется Эдем Мы идем наверх, чтобы насладиться первым закатом в Новой Зеландии Прекрасный аттракцион Также мы катались в канадском Соскатоне Окленд вообще чем-то напоминает Канаду Здесь прохладно, очень мало народу и много зелени Это карта на горе Эдем И с расстоянием до самых крупных городов Вот много китайцев, они показывают И вот самые вытертые это китайский Пекин и Москва До Москвы отсюда 16202 километра Показано, что Москва и Китай примерно в одном направлении Чего, чего, чего Да, а смотри Москва 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 Лондон Лондон Солран, Чонг, а еще один Смотри, я из Москвы Ты из Бейджин Чина Руссия Чина, Руссия Да Все, китайцы не знают, почему Знаменитые фото с Оклендской башни Все фотографируют и держат ее за шпиль Это Эдемский кратер Вулканический, туда проход сейчас запрещен А вокруг мы видим город Окленд И здесь с пригородами проживает полтора миллиона человек Это одна треть населения всей Новой Зеландии Крутейшее место Весь Окленд как на ладони Причем панорама 360 градусов полностью круговая Можно посмотреть как на центр На харбор На гавань Так и в сторону аэропорта На такие пригородные районы Окленда А с одноэтажной застройкой уже И главное здесь очень много зелени И вулканический кратер Очень обычное место для крупного такого мегаполиса Закат, пора возвращаться в хостел Завтра у нас очень ранний подъем Наши приключения с посещением островов Кука и Нивы продолжаются Утром сегодня в понедельник Мы отправились ровно к открытию к 8.33 в миграционный центр Новозеландии С тем, чтобы наконец-то получить мультивизу для Дениса Но, к сожалению, девочка в окошке сказала, что они вообще ничего оффлайн не делают Они просто приседают и принимают какие-то документы или паспорта Все только через онлайн Так что хорошо, что мы, будучи на Фиджи, подали нашу онлайн аппликейшн Такое впечатление, что новозеландские миграционные службы заранее предвидели нашествие коронавируса И заблаговременно перевели все службы на работу по удаленке Что же нам делать? Он говорит, звоните по горячей линии Мы позвонили и в 8.30 утра нам сказали, что ваш звонок 77 в очереди И я потратил, наверное, уже минут 10, только ожидая этой информации Но там была кнопочка, оставьте ваш телефон и вам перезвонят Я ввел свой новозеландский номер и случилось чудо Нам перезвонили Перезвонил визовый офицер и сказал, что Из Новой Зеландии сказал, что наша вторая анкета Уже отправилась в посольство в Новой Зеландии, в Пекине То есть у них очень странная система обработки виз По всему миру существуют онлайн-центры И ты подаешь свою аппликейшн И она отправляется вообще неизвестно куда То ли в Китай, то ли в Канаду, куда угодно Наша аппликация по заявлению на визу сейчас находится в Китае Визовый офицер сказал, что все, что он может сделать Это поставить ремарку о том, что у нас очень срочный вопрос Ведь наш вылет на Ниву уже завтра Но мы сейчас должны предварительно забронировать и отели, и билеты И срочно их загрузить онлайн И когда Китай проснется, это будет по новозеландскому времени в 2 часа дня Есть шанс, что они просмотрят наши документы И сегодня же вечером выдадут визу для Дениса Потому что у нас уже, по идее, завтра вылет на Ниву Мы находимся в подном незнании Вот в этом прекрасном хостеле в центре Окленда Что будет завтра, непонятно Либо летим налево, либо не летим Уже 9 часов по Пекину И 2 часа по новозеландскому времени То есть наша анкета на визу уже, наверное Ну, работники в Пекине уже ее посмотрели А нам же, ну, гуляем по городу, по набережной И вот главный символ Окленда Башня Sky Tower Высотой 328 метров По образу и подобию этой башни Была построена башня в Макао По которой мы гуляли И еще Отсюда можно прыгнуть банджи Ну, это не настоящий именно банджи в свободном падении А как так же, как и в Макао Некая такая фиксация и спуск на веревках Короче, скучно и неинтересно Но это самое высокое сооружение Новой Зеландии Да и не только в Новой Зеландии А во всем южном полушарии И вот по этому кольцу можно гулять На открытом воздухе на страховке Так же, как Михаил это делал в Макао Прекрасный вид Макао, старый город Мы чувствуем, что там, как косо Он, ***, всегда залез Можно прыгать с нее Вот здесь два натянутых каната стальных И между ними можно прыгать Но не очень красиво Потому что здесь башня сама полностью в застройке В жилой То есть вплотную к ней подходят дома И, получается, прыгаешь на крыше соседнего дома Как-то некрасиво Вот площадку, куда как раз приземляются смельчаки Которые прыгнули с этой башни Вот сюда прям У меня одного значения пока нет Да, но желающих немного Так как у нас была полная неопределенность с визой То машину на прокат мы пока не брали Ожидая решения миграционных властей Ну а как мы уже говорили, Окленд город не маленький то для передвижения по улицам решили использовать моторный самокат. Также мы помним, что в Новой Зеландии страна технологичная и давно готовилась к коронавирусу. Поэтому система проката самокатов тут тоже полностью удаленная. Ставишь себе на телефон приложение, оплачиваешь карты и самокат твой. Но все-таки помучиться немного пришлось. Еще необходимо отсканировать водительское удостоверение. Это вообще, в приложении запрашивают, чтобы отсканировали права. Еще интересно, получится ли поехать туда самокате или нет. Так, ну хорошо, это не проблема. Берем права и нажимаем сканировать. Посмотрим, русские права, насколько они в принципе будут адекватны. Система очень простая. Разгоняешь сначала ногой, а потом вот этим вот кнопочкой газа, вот она справа на ручке руля. Тормозишь вот таким вот тоже тормозом. Правый, большим пальцем разгоняешься, левой рукой тормозишь. Устал ездить, поставил на подножку, вот так вот. И просто отогнал на близлежащий газон. Все, припарковался. Теперь нужно на смартфоне его выключить. А в конце нужно обязательно сделать фотографию, чтобы другой человек стал его строить. Окленд-Харбор-Бридж. Самый знаменитый мост в Окленде. Здесь есть такой аттракцион. За примерно 100 американских долларов можно пройти по парапету этого моста. То есть со страховочкой вот там вот по верхней арке. Мы пока не пробовали. Что, мы чай-то не покормили? Наверное, не взлетай. А тут все в Новозеландии ходячие птицы. Короче, друзья, хочу вам сказать, что мы просто так ходим и тупим. Потому что полная неопределенность, полная апатия, делать ничего не хочется. Поэтому, извините, что ждем визу. Не очень яркие у нас, да, съемки, но просто реально не понимаем, то ли нам машину брать и уезжать, то ли нам билеты покупать, то ли нам другие билеты покупать, то ли просто пойти поспать. Вот это вот мост Тевару. Разводной мост во внутреннюю гавань Окленда. Вот если у тебя есть крутая яхта, ты из Большого океана заходишь вот сюда вот, через этот мост, паркуешься, и прямо вот здесь самый центральный квартал. Рестораны, рядом Оклендская башня, небоскребы, магазины. Здесь самый центр и самая крутизна. Мост работает таким образом. Яхта, которая желает зайти во внутреннюю гавань, подходит, сигналит, и специально обученный человек поднимает мост. Пока никто не едет. На мотоциклах нельзя, на велосипедах можно, но медленно. Мост откроется, когда после сигнала сирены, и когда здесь не будет пешеходов. Вот здесь прямо место, где мост разводится. Так поднимается, и все. Разводной мост. Так что мосты разводны не только в Питере, но еще и в Окленде есть. Где еще мы видели недавно? Где еще недавно мы видели разводные мосты? Ждали разрешающий знак светофора. Это остров Мэн, вот здесь серия. И там тоже есть похожий уклад разводной мост. Мы даже подъехали, остановились и ждали светофора, пока пройдет яхта. Прозвучало сирены, закрылись ворота. Сейчас мост Тевару поднимется. Мы задумчиво смотрели на разводной мост. Рабочий день близился к концу. А вместе с ним таяли наши надежды на получение визы и на вторую попытку попасть на остров Нивы. Ну а тем, кто не смотрел нашу серию про депортацию, Михаил хочет объяснить, зачем нам понадобилось оформлять еще одну новозеландскую визу. Друзья, ну а всем тем, кто считает, что страны в мире 193, хочу сказать, что как минимум новозеландские пограничники с вами не согласны. Они категорически заявили, что когда вы улетаете в Нивуэ, то вы покидаете территорию Новой Зеландии. И чтобы вернуться повторно, нужна еще одна виза. Потому что Нивуэ, это вам не Новой Зеландии. Это отдельная страна по нашему списку. Пришли последние новости по поводу визы Дениса. Мистер Ху из офиса Новой Зеландии в Бейджинге ответил, что Диаркаритм, то, что вы все расписали и заблокировали, это еще не значит, что мы вам выдадим визу. Заблокированные заранее поездки не рассматриваются в приоритетном порядке. Но спасибо вам большое за ваше обращение. Мы еще раз на зрители сразу же в моменте чуваку, что нам нужно обязательно виза сегодня, чтобы нам завтра улететь. Иначе все, просто шансов в ней нет никаких. Ну не знаю, пока ответа больше нет от мистера Ху. Звонить уже куда-либо бесполезно, поэтому... Но завтра или едем в аэропорт, или начинаем наше вообще большое путешествие по Новой Зеландии. Что-нибудь придумаем интересное. Хочешь получить приз из Новой Зеландии? Это просто. Напиши в комментариях, почему Новой Зеландия стала Новой Зеландией, а именно, где находится историческая Зеландия. Среди правильно ответившихся на данный вопрос, мы разыграем сувенирный автомобильный номер All Blacks. Ставим точку на карте. Город Окленд, Новой Зеландия. Подписывайся на наш канал. И открывайте мир вместе с нами. Наконец-то появилась полная определенность. Справляемся на самый север Северного острова. Как будто бы идешь под звездным небом, и вот впереди Млечный путь. Коренному населению Маури, наверное, повезло больше всех. Огромное количество людей здесь входит босиком. Шикарный, очень грамотный маркетинговый ход. Чего, ребята? Поэтому это называется озеро с шампанским. Женщины, если хотят найти мужа, родить ребенка, то нужно обязательно. Женщины, хоро Субтитры подогнал «Симон»